ФИЛИПП Имя Филипп по происхождению древнегреческое. Буквальная трактовка звучит как «любящий коней», а вот современная трактовка звучит как «любящий жизнь» или «жизнелюбивый». Других версий не существует. Мужское имя Филипп сегодня не слишком популярно в нашей стране, но еще числится в перечне наиболее известных. Наделяет парня комплектом редких очертаний натуры, сильной энергетикой и хорошей совместимостью с большинством славянских женских имен. В рейтинге популярных имен Филипп занимает 70-ю и 73-ю позиции. По статистике, приходится на 2-5 мальчиков из 1 тысячи новорожденных. Значение и энергетика имени Филипп Древнегреческое имя Филипп характеризует своим значением человека, обладающего такими чертами, как замкнутость, доверчивость, вспыльчивость, настырность, коммуникабельность и дар переубеждения. Также оно сулит такие черты, как эмоциональность, напористость, самостоятельность, самоуверенность, сила духа и воли, уверенность в себе, коммуникабельность и справедливость. Трудно назвать Филиппа уживчивым. Но, несмотря на это, его всегда окружает огромное количество людей, которые хотят с ним дружить. Да и сам он никогда не против общения. Просто носители этого имени – это всегда слишком справедливые и прямолинейные люди, что далеко не всегда играет на руку. Филя может обидеть кого-нибудь из окружения и даже не понять, что сделал это. Самое главное достоинство всех Филиппов – это их тяга к справедливости, неспособность принять ложь и нечестность и готовность помогать всем вокруг безвозмездно. Еще одно достоинство носителей этого мужского имени – это прямолинейность. К сожалению, многим современным мужчинам этого качества крайне не хватает. Филипп плохо относится к людям, которые пользуются своим авторитетом для того, чтобы возвысить себя над другими, доминировать над слабыми и наживаться на чужих слабостях. А еще Фили никогда не потерпит рядом с собой слишком своевольную женщину. Астрологическая символика имени Филипп Камень-талисман – Хризалит. Планета-покровитель – Венера и Меркурий. Покровительствующая стихия – Вода. Животный символ – Ибис. Растительный символ – Акация. Лучший зодиак – Водолей. Число Филиппа – 8. Счастливый день – Среда. Идеальный сезон – Зима. Филипп в детстве В раннем детстве это имя новорожденному мальчику дарует непростую натуру. В нем бушуют ранимость, самокритичность, восприимчивость, обидчивость, замкнутость и полное отсутствие дружелюбия. Маленький Филипп все свое время старается проводить в кругу самых близких ему людей. Бабушку, дедушку, отца, мать, сестер и братьев он уважает и любит. Никогда не обидит и не причинит никому из них боль. Да и сам на них не обижается. Даже за критику. А вот к сверстникам относится более резко. Не терпит поучений, ненавидит, когда его уговаривают сделать то, чего он не желает и боится предательства. Притом предательством может стать даже обычная дружба потенциального друга с другим сверстником. Если в раннем возрасте не окажется уделено достаточно внимания его коммуникабельности, то в будущем ему придется сложнее. Ведь и в школе, и в рабочем коллективе он с трудом будет находить себя товарищей. Баловство, шаловливость, непослушание – все это не о нем. Напротив, он слишком послушен и готов подчиняться во всем. Матери с отцом легко справиться с ним. Проблем не возникнет. Но с нежеланием заводить друзей и единомышленников все же придется повозиться. Филипп подросток Подростковый возраст принесет родителям лишь гордость за их сына. Желание учиться и совершенствоваться, ответственность, исполнительность и обязательность – стабильность. Вот его главные достоинства. Любой предмет Филипп изучает с удовольствием, особенно гуманитарные науки. И вообще, он легко вникает в любую тему. Учителя считают само его присутствие на уроке поводом для гордости. Ведь такого положительного ученика найти непросто. Но не стоит думать, что это плюс. Ведь близкие отношения с преподавателями никогда не воспринимаются другими подростками хорошо. С одноклассниками у Филиппа может быть много неурядиц. Многие могут считать его подлизой, предателем или заблюдом. Зато если у кого-либо возникают проблемы, то за помощью обращаются именно к Филиппу. Потому что все знают, что этот человек готов помочь всем без исключения. Безвозмездно и не вспоминая о личных обидах и злости. В браке Можно сказать со стопроцентной уверенностью, Филипп не может стать плохим мужем. Ибо не в его правилах быть плохим. Ведь это в своем большинстве мужчины, готовые на все ради своих любимых женщин. Способные и на романтику, и на искреннюю любовь, и на громкие поступки. Единственное «но» заключается в том, что изначально женщина должна быть достойной всего вышеназванного. Какая женщина окажется достойной его романтики чувств любви и преданности? Ну как минимум, она должна и на деле, и на практике доказать свою верность, преданность и любовь. Плюс ко всему, это должна быть очень терпеливая дама, готовая терпеть Филиппа таким, какой он есть на самом деле. Такой, что не будет пытаться изменить его или перевоспитывать. И не дай бог Филиппу сомнится в искренности ее любви. Или заметит, что его женщина в чем-либо недовольна им. Сразу же бросит и глазом не моргнет. К слову, женятся Филиппы обычно в глубокой зрелости. Браки по молодости чаще всего заканчиваются неудачей, разводом и большой ссорой. Ибо молодой и неопытной женщине попросту не под силу ужиться с его характером. Филипп как отец. В случае с именем Филипп, точно можно сказать, что его носитель не станет плохим папой. Самое главное заключается в том, что Филипп никогда не позволит себе обзавестись детьми в неподходящий момент. Он наверняка очень ответственно отнесется к вопросу зачатия детей, и готовиться к этому будет всеми возможными способами. И более того, он никогда не захочет добровольно сыграть роль папы, если в этот момент еще не уверен в своей собственной финансовой устойчивости. Женщине, с которой планируется создание полноценной семьи, тоже придется изрядно попотеть. Ведь в первую очередь она должна будет доказать Филиппу, что способна воспитать детей нормальными людьми и готова стать полноценной мамой. Фили не будет создавать семью с женщиной, в ответственности и серьезности которой он не уверен. Заботиться о своих детях Филипп будет, как полагается. Он уделит максимум внимания их воспитанию и развитию, но при этом того же потребует и от матери детей. Что касается любви, скорее всего, куда больше ее будет в отношении девочки. Хотя и мальчика обделять вниманием он тоже не станет. Совместимость Самая лучшая совместимость у имени Филипп с такими женскими именами, как Изольда, Лада, Лидия, Полина, Эдита, Тамара, София и Ольга. В союзе с названной одним из таких имен может получиться крепкий, счастливый и долговечный брак, переполненный страстью и любовью. Отношения с Анастасией, Фридой, Эммой, Ларисой, Марианной, Мирой и Ренатой тоже могут предвещать сильные чувства, страстность и сказочную любовь. Но долговечными не будут, ибо на это есть множество астрологических причин. Ну а с Агнией, Владиславой, Никой, Светланой и Станиславой, к сожалению, ничего хорошего и вовсе не может получиться, ибо тут полная несовместимость характеров.